Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. 3 апреля в 11.00 утра в Мозоре на улице Пролетарской загорелся деревянный трехквартирный жилой дом. К моменту возникновения пожара в доме находились 4 человека. Пожилая семейная пара из одной квартиры выбралась самостоятельно до прибытия спасателей. Мужчина 56-го года рождения из соседней квартиры получил сильнейшие ожоги практически всего тела и был госпитализирован. А вот его мать, 90-летняя хозяйка жилья, погибла в огне. Причины трагедии устанавливаются. По предварительным версиям, это либо неосторожное обращение с огнем, либо неправильная эксплуатация печного отопления. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выезжали вчера днем по сообщению о зановлении подъезда в многоквартирном жилом доме по улице Черниговская. По прибытию к месту вызова из однокомнатной квартиры, расположенной на 8 этаже, шел дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на кровати в горячей комнате был обнаружен хозяин квартиры 1956-го года рождения. Спасатели передали мужчину работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с диагнозом отравления продуктами горений и ожог ног его госпитализировали. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, а также пол и напольное покрытие в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. А вот несколькими часами ранее в Гомеле работники МЧС спасли женщину, которую сбил внедорожник. При следовании на пожар жилого дома бойцы МЧС стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия по улице Советской. К месту пожара сразу же была перенаправлена техника МЧС из других близлежащих частей, а спасатели этого подразделения сделали вынужденную остановку для оказания первой медицинской помощи пострадавшей девушке, лежавшей прямо посреди проезжей части. В городе Гомеле на улице Советской со стороны улицы Малычука в направлении улицы Ефремова на пешеходном переходе был совершен наезд на девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу предварительно на зеленый селон светофора. С травмами девушка была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным в результате столкновения девушка получила черепно-мозговую травму. Также медики диагностировали ушиб левого локтя и колена. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.